Здравствуйте, друзья мои, дорогие мои братья и сестры, братья во Христе. Есть один вопрос, который надо нам обсудить, и очень не хочется. Я страшно не люблю разговаривать о политике, но уж так устроена жизнь, что не может ни один человек в нашем мире быть вне политики. Мы все равно так или иначе попадаем в обсуждение разного рода общественных процессов, потому что мы сами находимся в обществе, мы не можем от него никуда спрятаться. Конечно же, монахи в свое время попытались создать движение бегства от мира, но опять же само это движение уже было некоторым политическим шагом. Отрицание политики тоже своего рода политический жест. Поэтому, друзья мои, есть моменты, которые следует нам обсуждать, следует говорить, потому что в последнее время все чаще раздаются реплики совершенно неожиданные, например, для меня, в которых с последней категоричностью утверждается, что православный человек может быть только монархистом. Я вспоминаю реплику одного византийского патриарха, который в 14 веке, наставляя русского епископа, говорил, что невозможно быть православным и не иметь императора. Невозможно быть православным и не иметь императора. Для меня это просто дикость. Почему? Я должен объясниться. Но как только я начинаю объясняться, моя речь становится своего рода политическим манифестом, если угодно. Но сначала мне следует сказать, почему об этом следует говорить. Почему об этом следует говорить? Потому что в обществе в нашем периодически вспихивают споры по поводу возрождения монархии. И в эти дискуссии непременно вплетается как аргумент православное вероучение, мнение святых отцов разных веков, которые говорили о том, что Царство Небесное знает только монархию, демократия в аду и много-много других реплик, которые всем нам хорошо известны. Но меня возмущает то, что не по назначению используется здесь православное богословие. Совершенно не к месту. И в последнее время я наблюдаю, что группы православных монархистов, они организуют некоторые сообщества. И это очень хорошо, кстати. Это очень хорошо, когда люди нашли вкус к объединению, к некоторым совместному усилию. Меня радует то, что люди вернули себе способности объединяться, даже превращаться в политическую силу. Это очень хорошо. Но с другой стороны есть православные, которые не разделяют монархических взглядов. И они говорят, что вот эти люди, православные монархисты, никакого отношения к церкви не имеют. На что я должен возразить? Как же не имеют? Если они ходят с нами в наши же храмы, среди них есть даже наши священники, которые служат вместе с нами литургией. Как же они не наши люди? Это наши люди. Это люди православных убеждений. И меня очень радует, что у них появилось желание как-то заявить во весь голос о своих политических взглядах. Это очень хорошо. Меня только настораживает, что они дают богословское обоснование своим взглядам. Что, на мой взгляд, крайне-крайне опрометчиво, неверно и даже опасно. Должны ли мы прятаться от этой проблемы? Должны ли мы говорить о том, что церковь вне политики? Или, наоборот, нам следует весь голос заявить, что православный обязан быть монархистом? Нет, не обязан православный быть монархистом, потому что Христос об этом ничего не говорил. Христос вообще был вне этого политического контекста. Он говорил совсем о другом. И христианство чем и замечательно? Тем, что вокруг чаши Евхаристии могут собираться люди разных взглядов, политических пристрастий, взглядов на искусство, культуру, даже на типы благочестия. Очень разные типы благочестия могут быть. Но христианину не обязательно быть монархистом. Хотя и монархическое устройство мне, например, очень симпатично. Но общество развивается, идет вперед, и с ним происходят какие-то изменения, в том числе и к лучшему. Дело в том, что в нашей православной традиции есть огромное наследие единения церкви с государством. Называют этот период веком Константиновым. Константиновым веком. Начало ему, полагают, отсчитывают от Миланского эдикта в IV веке, когда церковь стала легальной, когда император Константин провозгласил веротерпимость, а потом постепенно предприняты были попытки огосударствования церкви. Церковь настолько срослась с государственной системой, что действительно появилась необходимость даже в богословском обосновании этого монархического устройства. Но век Константинов имел свое начало, но имел свой финал. Историки его называют 1917 годом, когда был свергнут последний царь, вернее, он отрекся от престола императора Николая II, прославленный сейчас нашей церковью. И век Константинов закончился. Но привычка осталась. Ведь на самом деле эпоха вселенских соборов — это время, когда соборы, высший орган церковного управления, церковной рефлексии собирался по повелению императора, организовывался императорскими указами, подкреплялся императорскими указами. Причем император все это делал, тот же самый император Константин, сам еще не будучи христианином. Это вовсе не делает церковь непременно монархической организацией. И на самом деле вот это единение с государством, оно очень дурно отразилось на церковной действительности. Это моя точка зрения. Конечно, об этом будут еще очень долго спорить, и относиться к этому могут по-разному. Но мне кажется, что церковь, которая срастается с государством, она теряет свою свободу. Непременно теряет свою свободу. И мне кажется, что мы живем в благословенное время, когда церковь эту свою свободу обрела, и ей не нужно искать себе хозяина в лице монарха или президента, или кого бы это не было еще. Потому что церковь совсем не об этом. В церкви люди собираются не вокруг идеи монархии, они собираются вокруг Христа. И это на самом деле огромное духовное усилие, которое должна предпринимать христианская община. Христианская община, в которой должны сниматься все противоречия между монархистами, демократами, либералами, физиками и лириками, мужчинами, женщинами, детьми и старцами, людьми с высшим образованием и простецами, людьми, занимающими высокие государственные должности и простыми учителями или же врачами, где снимаются различия между расами, национальностями, языками. Потому что все мы во Христе одно. Но открыть это единство можно только усилием любви. Когда мы не абсолютизируем какой-то тип государственного устройства, или же философии, или этики, или мировоззрения, а учимся видеть в другом человеке, который рядом с нами подходит к чаше, Христа, ученика Христова, принимать его таким, какой он есть. И это задача, которая стоит не только перед христианами, которые исповедуются ценности демократии, например. Они должны с терпимостью и пониманием принимать правду тех, кто исповедует монархические идеи. Но это ведь задача, духовная задача. И для тех христиан, которые являются монархистами, активистами своего движения, они ведь тоже должны предпринимать усилия к тому, чтобы понять правду демократов, либералов, научиться их слушать, научиться общаться, спорить, может быть, оставить свою точку зрения, но делать это с любовью. Потому что церковь, она не о политике, она о любви, которая преображает этот мир. Учит людей быть терпимыми, учит их любить друг друга. Вот о чем церковь, вот о чем говорил Христос. Поэтому не нужно создавать себе новых идолов. Идолов демократии, идолов рынка или идолов монархии. Это всего лишь наши политические взгляды, которые меняются, которые касаются нашей жизни здесь. Когда мы идем в церковь, когда мы стоим перед чашей Христовой, все это так мелко на самом деле, все это так незначительно. Все это теряет свой вес, значительность, обретает свое подлинное звучание. Потому что христианин, он живет Христом, он ничего выше Христа не ставит. И никаких других господ не признает, не ищет и не защищает.